Добрый день, дорогие друзья! Приветствую из Экономики Здравого Смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема «Деньги бегут из страны». По состоянию на 1 сентября 2022 года, это последние данные, которые известны от Билдстата, мы посмотрели, что происходит с финансами предприятий. И, друзья, есть три показателя, которые вызывают очень большую озабоченность, мягко говоря, на самом деле показывают, что происходит с деньгами Беларуси, с деньгами предприятий, которые точно уж не верят в систему военного коммунизма и предпочитают держать их за пределами страны. Итак, дебюторская задолженность просроченная за первые 8 месяцев 2022 года плюс 45 процентов. 45 процентов! При том, что промышленное производство за 9 месяцев упало практически на 6-7 процентов, там с копейками. Кредиторка внешняя, то есть то, что белорусские предприятия должны, опять-таки рост на 55 почти процентов. Это тоже еще один рекордный показатель в последнее время. И, наконец, третий показатель, который организует финансы предприятий, это рост просроченных кредитов. Это показатель увеличился почти на 35 процентов. Естественно, когда мы говорим про экономику, которая находится в состоянии баланса, как говорит премьер-министр, которая вроде бы уже справилась с шоками, санкцией и всего прочего, такого рода долгов, рост таких долгов, конечно же, быть не может. Потому что, ну и с чего бы это? Понятное дело, предприятия работают с российским рынком. На российском рынке тоже черт знает, что творится бардак, связанный в том числе с мобилизацией. Поэтому, когда белорусские предприятия отгружают свою продукцию в Россию, вернуть оттуда деньги будет крайне проблематично. Причем, не только потому, что не платят, а потому, что могут просто кинуть. Или потому, что поставляют тем, которые потом через целую цепочку посредников отгружают продукцию дальше и деньги теряются в этих сетях посреднических организаций. По сути дела, вот то, что делают разного рода торговые дома, дилеры и так далее, далее. Но опять, это же не потому, что есть там плохие какие-то там фирмы-посредники. Потому что весь этот схематоз чаще всего контролируется самими красными директорами, посредниками, а также силовыми крышами, которые эти почки обслуживают и на этом, безусловно, зарабатывают. Есть еще один показатель, который следует говорить по поводу финансового положения предприятия. Это объем чистая прибыль. Вроде бы мы смотрим, что за 8 месяцев он увеличился более чем на 10 процентов. Но, друзья, 10 процентов в номинальных рублях, а сколько это в реальных? Не будем забывать, что инфляция потребительская, то есть цены потребительского рынка выросли почти на 17 процентов. А если взять индекс цен промышленного производства, то он будет под 30. И поэтому, когда мы видим, что в номинальном выражении чистая прибыль промышленных предприятий и вообще коммерческой организации выросла только, только подчеркиваю на 10 процентов, получается, что по факту она в минусе. В минусе чуть ли не до 20 процентов. Это тоже показатель того, что к концу года будет гораздо сложнее. Все, что было накоплено в резервах, проедено. Все какие-то загашники были в банках, в фондах развития, в банке развития тоже уже на пределе. Нужно включать еще более активно денежный печатный станок. Иначе белорусские коммерческие предприятия просто будут на голодном паке, на голодном кредитном паке. Оборотки нет, инвестиций нет, рынков сбыта нет. И тут приходится Головченко делать хорошую мину, плохой игре, говоря, что все на самом деле у нас хорошо, у нас мы восстанавливаемся. И вот если взять там сентябрь, то он как август еще чуть-чуть вырос. Опять-таки рисовать валовые показатели белорусские власти давным-давно научились. Но это не скроешь. Вот эти тревожные тенденции, которые мы видим по финансам. Финансы поют достаточно тревожные трагические романсы. И в 23 году будет гораздо-гораздо хуже. Сможет ли Национальный банк выступить кредитором последней надежды? Он выступает. И так много денег дает. Банк развития, Беларусьбанк, правительство. Есть ли у него ресурсы для того, чтобы поддержать белорусские индустриальные гиганты? Тоже нету. Потому что, слушайте, все, что было уже девять месяцев проели, впустили в оборот. И сейчас, заметьте, с какой активностью белорусские власти говорят о том, что вот куда придут деньги, полтора миллиарда долларов на промышленные совместные проекты с Россией. Микроэлектроник, автомобилестроение. Но это же не то, что живые деньги пришли в бюджет, легли, и белорусские власти распределяют их куда хотят. Эти деньги пойдут под некие целевые проекты. Опять придут, не придут. Кто их будет контролировать? Сколько по дороге украдут? Мы этого всего не знаем. Но говорить про то, что белорусская промышленность как-то уже будет восстанавливаться в этом и следующем году, нету никаких оснований. Более того, цепочки, которые там параллельный экспорт, параллельный импорт, это все работает, но есть издержки. И заводить сюда деньги с таким ценовым безумием, понятное дело, белорусские, даже красные директора не спешат. Они говорят, ну о чем мы должны хранить свои связи, накопленное, награбленное добро только потому, что кому-то в мозги пришла коммунистическая придурь с тотальным ценовым регулированием. Поэтому это тоже не будет. Так что, друзья, мы видим такой, будем видеть режим нарастания итальянской забастовки, когда промышленное предприятие, когда разного рода сбытовые цепочки будут работать по своей схеме, по своим лекалам, потому что контролеры и силовики будут в доле. Просто из-за того, чтобы они молчали и давали наверх красивую картинку в статистические показатели, все будет хорошо. К тому же Лукашенко, например, показывают данные по кредиторской задолженности, по дебиторке, по кредитам. А там если взять, ну да, чуть-чуть там на пару процентных пунктов снижения есть, ну типа потому, что против Беларуси Запад воюет. А вот если посмотреть глубже, если посмотреть в нюансы, причем, подчеркиваю, друзья, нюансы эти опять-таки скрыты, чтобы конфиденциальной информацией ДСП, а если полностью бы раскрыть информацию, там картина белорусского развала, белорусского гниения военного коммунизма будет еще более рельефной. Так что расслабляться не нужно, но очевидно, если белорусские предприятия не получат оборотки, и банки начнут сжать их со всех сторон, они вновь нужны будут увеличивать, значит, простои, они должны будут увольнять людей, а это тоже как раз подталкивание такое к бунту пустых кастрюль. Так что, друзья, хорошие, относительно хорошие, какие-то спокойные времена небольшого такого падения экономики заканчиваются, и белорусская экономика набирает темпы падения. Поэтому тот прогноз, который дают отдельные международные организации, видя в белорусском чуде в кавычках рост в следующем году, пусть на 1%, пусть на 1,5%, но это зафиксировано. Я в это не верю, я считаю, что если так дальше пойдет, то падение белорусской экономики в 2023 году будет существенно больше, чем в 2022. Вот такие новости нехорошие, но одновременно правдивые относительно того, в каком состоянии находятся финансы белорусских промышленных предприятий и белорусской экономики в целом. Будьте с нами, подписывайтесь на канал. Спасибо за ваше внимание. Передавайте информацию своим друзьям. Живей Беларусь! Слава Украине!